Я вообще не пьющий Упал У меня стресс Воробушек чирикнул громко Стресс Тёща заболела Стресс Выздоровелась жуткий стресс Жизнь полна стрессов, а жена не понимает мою нежную психику Вчера набросилась Ты чего напился? Я говорю, у меня умер друг Валерик Жена говорит, Валерик умер двадцать лет назад Я говорю, только сейчас дошла горечь утраты Жена говорит, какая горечь утраты? Валерик был попугайчик Как-то говорит, ты так вообще запьёшься, тебе надо нервы успокаивать Повела меня на балет Я как увидел на сцене этого мужика в колготках У меня такой стресс У него в колготках такая Хореография Явно чё-то подложил Явно А эти девки на сцене думают, что там настоящие Прыгают вокруг него насыпать Флиртуют Я встал, крикнул Женщины Не верьте, не может быть такого в природе Тут все завизжали меня вокруг зала пинками Стресс Решили, чтоб не нервничать Мне надо читать книжки Я взял первую попавшуюся Стивен Кинг Зомби-вампиры убивают мертвецов оборотней К вечеру я стресса выпил всё, что было в доме Включая керосин Зелёнку Доместес и туалетного утёнка В общем, пошёл путём Барри Алибасова Жена отобрала эту книжку и говорит Всё, больше никаких ужасов Вот спокойная книга «Земноводные средние полосы России» Вечером приходит Я пьяный Жена говорит «Тут-то что?» Я говорю, Лариса Мир земноводных так жесток Из ста головастиков до периода спаривания Доживает только один Жена говорит «Слышь ты, головастик Ты сегодня до периода спаривания Точно не доживёшь» Ушла спать на диван У меня стресс Тёща говорит «Пусть телевизор посмотрит, отвлечётся» «Где сего смотреть?» «А там сюжет такой тупой показывает» «Я не выдержал, выпил» Жена говорит «Где ты опять стресс нашёл» Я говорю «Лариса, Эти ли магнаты нас за дебилов держат» «Такой примитив по телевизору показывают» «Там два часа какая-то тарелка крутится и всё» Жена говорит «Дурак, ты ж перед микроволновкой сидишь» «Тесть» говорит «Хорошо отвлекает от стресса настольные игры» «Сели играть в карты» «Я», «Тесть» «И соседка снизу баба Зоя» «75 лет» «Играли на раздевании» «Как я не старался, чтоб баба Зоя не проиграла» «Козырь ей подкладывал» «Шесть тузов ей нарисовал» «Десятку козырную» «На одиннадцатку» «Она всё равно проиграла и разделась» «У меня был такой стресс» «Я так набухался» «Для жо баба Зоя ничего» «Конфетка» «На бюсте такая татуировка манящая» «Ленин на броневике» «Правда, броневик уже уехал куда-то» «В гараж» «Главное, жена всегда как-то догадывается, что я выпивший» «Вроде замёл все следы» «Рот хлоркой прополоскал» «Одеколоны на себя выбросил три флакона» «Надел всё чисто и с того мяса кручу на мясорубке» «Жена приходит, говорит, пил» «Я говорю, как?» «Как ты загадалась» «Ну, во-первых, ты коту хвост крутишь» «Во-вторых, ты надел ночнушку моей мамы» «Не вынимая мамы» «Тесть, говорит, ему надо заняться спортом, пусть отжимаются от пола» «А надо сказать, что тей затеял ремонт и поснимал все крышки с розеток» «Я лёг на пол и попал пальцами ноги в розетку» «Я отжался 2742 раза за 15 секунд» «От трения о воздух сгорело бельё «И выступающие от удара током части организма пробили в полу дырку» «В этот момент соседка снизу баба Зоя как раз спрашивала небеса повысить ли ей пенсию» «И тут есть небес показался ответ» «У меня стресс» «У тестя стресс» «У бабы Зои такой стресс» «Она теперь с потолка глаз не сводит» «Второй месяц» «Жена говорит, тебе надо уехать, сменить обстановку» «Купила первый попавшийся билет на экскурсию» «Посадила в автобус, я поехал» «А экскурсия оказалась на коньячный завод с дегустацией коньяка» «Когда на восьмой день охранники меня всё-таки поймали и депортировали домой» «Я почувствовал себя пчелой, которую оторвали от медоносной поляны» «Какой был стресс» «А жена злая, обиделась на меня, включила телевизор» «А то Малыш его говорит» «Причина стресса – переизбыток мужских гормонов» «Вот кастрированные коты» «Они тихие, спокойные, у них никаких стрессов» «Жена говорит, ты слышал?» «Котик» «Я говорю, Ларисочка, случилось чудо, я исцелился» «С тех пор у меня никаких стрессов, я не пью всегда на позитиве, чего я вам желаю» «А Малыш его надо запретить»